Рыб! Рыб! Это приветствие спортсменов несет в себе глубокий смысл. Так ребята выражают готовность к началу тренировки. Все строго по команде наставника. Сначала разминкой, разогрев мышц, затем изучение приемов. У младшей группы борьба проходит в игровой форме. Ведь олимпийским видом тюдо разрешено заниматься только с 10 лет. Но к этому возрасту можно подготовиться и уже изучить азы единоборства. София и Кристина шести лет посещают тренировки в Орленке. Интерес детей к такому виду спорта поддерживают и родители. Я давно ухожу на дзюдо. Там мне нравится очень. Год занимались, потом год перерыва, вот сейчас снова занимаемся. Ну, конечно, виден успех. Посмелее стало немножко. Посмелее пообщительнее. Да, я много разучила боевых приемов. Ну, и в целом мне нравится этот вид спорта. Дзюдо же не учит именно драться. Дзюдо учит отвечать, в первую очередь, словами. То есть он учит спокойствовать дзюдо, а потом уже применять силы. А вот Артема можно назвать опытным дзюдоистом. Ему всего 10, но он уже поучаствовал в различных соревнованиях и турнирах. И даже получил желтый пояс. В будущем планирует профессионально заниматься дзюдо. Я хочу стать тренером. В клубе созданы все условия для гармоничного физического развития детей. С ними занимаются опытные тренеры, которые перед ребятами ставят серьезные задачи. Юные спортсмены справляются и радуются каждой своей победе и достижению. Какие ты приемы уже знаешь? Бросок через плечо, подножка и поворот, ну, отжимание. Сегодня в Орленке занимается свыше 200 детей. А с учетом филиалов клуб объединяет более 500 мальчишек и девчонок. Ежегодно воспитанники принимают участие в районах, областных и всероссийских соревнованиях. В прошлом году две дзюдоистки Валентина Даманская и Олеся Калантарова стали победительницами первенства России и были удостоены премии главы Ленинского района. Этот год обещает быть также насыщенным. Поэтому в зимние каникулы тренеры планируют организовать спортивные сборы и тем самым подготовить детей к соревнованиям, которые пройдут в январе и феврале. Чтобы вот к ним подготовить возраст детей, которым 11-12 лет и 13-14 лет. Там у нас будет проходить, это на базе спортивного лагеря «Олимпиец» в городе Курске. Там хорошая спортивная база, зал дзюдо, на которой проходит первенство Центрального федерального округа под дзюдо. А в эту субботу в Ленинском районе состоится очередной классификационный турнир под дзюдо. В соревнованиях примут участие дети из московских, видновских и домодедовских клубов. Пожелаем нашим ребятам удачи и только победы.